Сегодня к нам пришли две интересные исполнительницы. Я хочу сначала пригласить сюда Елену Вещенко с ее песней. Встречайся! Сейчас здесь очень мне нравятся выступающие. Пока только начало, я в ожидании еще дальнейших выступлений. Я почитаю сначала стихи, если можно. Этот парень с другой планеты, он дает без процентов долг. Собирает мусор в пакеты, от ромашек приходит восторг. Если нужно, прикрывая голову кепкой и сутовость старым плащом, Угощает детей конфеткой и бродячих собак дворщом. Если нужно, замесит тесто, коли надо наколит дров, Уступает женщинам место, даже если сам нездоров. Его рыцарские манеры раздражают порой других. Непонятно, какой он веры, политических взглядов каких. Удивленный, как гость чужестранный, он глядит на вождей страны. И болят его старые раны от какой-то нездешней войны. К нам заброшены чьей-то разведкой, Без зонта бредет под дождем, Прячь и них под засаленной кепкой, Прячь и крылья под старым плащом. Бабушка, бабушка, когда я вырасту, У меня тоже будут крылья. Конечно, маленькие, как же без крыла. Спи. Как у тебя такие красивые. Лучше еще. Большие и сильные. Спи. А скоро, скоро ты вырастешь незаметно И когда-нибудь оттолкнешься от ветра И устремишься ввысь. Но только тогда держись, Лети, мой малыш, старайся, На землю не опускайся. Почему? Здесь на земле Много охотников за крыльями нашими. Они очень страшные? Страшные. Да к чему опускаться на землю, Когда ты умеешь летать? И даже когда ураган держись, Вместе с ветром по небу несись. А если он подлый? Господи, не дай ему это узнать. Из мира амброзии швырнет тебя озень. Запомни, мой мальчик, Не падай на крылья. Хоть так будет мягче. Не падай на крылья. Лучше грудью, ногами, лицом. Но не падай на крылья. Будь молодцом. Пусть больно, терпи. Все потом заживет. А крылья? А крылья не заживают. Поэтому ты не летаешь. Поэтому я не летаю. Спи. Был мне сон с четверга. Я летала во сне, там странно. Где-то пел тихо-хор. И струился таинственный свет. У небесных ворон, Где раскинулось небо экран. Я купила в кино на просмотр своей жизни. У небесных ворон, там на желтом песке. Пролегла средь пустыни дорога. А на ней никого. Только две вереницы следов. Это след моих ног. И след рядом идущего Бога. Я слыхала порой, близко звук его тихих шагов. То был лёгок наш путь, То тяжёл и на радости скуден. То был чёток и прям, То с дороги в пески уходил. Но в местах, где он был, Для идущих особенно труден. Почему-то всегда на земле вслед терялся один. Боже мой, почему Ты меня средь дороги оставил? Где ты был в горький миг, Когда жить уже не было сил? И ответил мне Бог У дороги, присевшая устала. Я тебя в этот час На руках из беды выносил. Был мне сон с четверка. Благодарю. Спасибо.